Добрый день, с вами капитан судно-марафон и я его капитан Ильдарио Джованни. Сегодня мы вновь отправляемся в увлекательное путешествие по волнам ужаса, безнадеги и боли. Приятного просмотра. Друзья, всем привет, шестой день. Шестой день, я уже вчера подбухнул, потому что, ну, жизнь такая, знаете, ты иногда берешь на себя немного больше, чем ты можешь по факту, но слова-то держать нужно, нужно выполнять план, идти четко по курсу, без каких-либо отговорок. Простите меня, пожалуйста, что я не сейчас, что я не сейчас, а что я тогда. Ха-ха-ха-ха-ха-ха, сука. Простите, что я не в своем мерче, вот что я хотел сказать, просто кофта уже потом воняет, к сожалению, вот, я потею, такой вот человек уродился, вот, и я кинул ее в стирку. Она стирается, майка тоже в стирке. Поэтому сегодня с вами капитан Ильдарио Джованни, и мы отправляемся с вами снова в увлекательное путешествие по волнам мужского-женского. Спасибо огромное за то, что вы так активничаете, набираете лайки. Спасибо за то, что покупаете мерч. Просто хочу напомнить, что сейчас у меня есть новый мерч, появился. Явоная, яёная. Подождите, нет, как там? Явоный, яёная. Вот так вот. Вы можете заказать его по ссылочке в описании. Это предзаказ. Мы сейчас активно отшиваем огромное количество вещей. Будем отправлять по всему миру практически. Спасибо за то, что поддерживаете. Мне очень приятно. Я, конечно, ожидал, что будет такой ажиотаж. Но не ожидал, что настолько. Поэтому, ребята, успевайте, успевайте. Пока мы шьём, мы ещё можем отшить. Заказывайте. Ссылочка в описании. Вы меня очень сильно поддерживаете. Спасибо вам огромное. Спасибо мне за то, что я стараюсь для вас. Спасибо мне, что я ещё не спился окончательно. Уже потихонечку начинаю. Но пока как есть. Пока силы есть. Я вот с утра встал, написал в телеграм. Говорю, ребята, дайте мотивации сесть. Уже тяжеловато, уже тяжеловато. Пожалуйста, поддержите. Много сообщений написали в телеге в поддержку. Спасибо вам огромное. Также напоминаю, что в телеге розыгрыш. А какой розыгрыш? Посмотрите прошлый ролик. Уже не хочу повторяться. Просто переходите в телеграм, подписывайтесь, смотрите, участвуйте. И, возможно, у вас будет такой очень хороший подарочек на Новый год. Вот так вот. Сегодня мы будем смотреть достаточно свежий выпуск, который называется «Кнопа». Девять месяцев назад Мария Андрея Дмитриева из Серпухова, отстояв очередь из усыновления ребёнка, взяли в семью трёхмесячную девочку Катю. Спустя несколько месяцев родная мать девочки, 23-летняя Виктория Груздева, решила бороться за ребёнка первого сына, которого Вика родила в 17 лет. Она уже лишилась, Артём сейчас проживает. Приём на семье Катя Вика родила в связи с на вершинстве, а царь записала фиктивного мужа таджика. Ха-ха-ха-ха. Я-я-я-я. Короче, блин, будет интересной разборочки, война с таджиками и т.д. И т.п. Ребята, оставайтесь на связи. Садитесь в моё судно, в мою шхуночку, занимайте места, и мы отправляемся в это самое путешествие прямо сейчас. Поехали. Ня-ня-ня. Ня-ня. Па-па-па-па. Та-та-та-тан. Та-та-тан. Па-па-па-па-па. Блин, простите, я не могу, все, это у меня уже просто на подкорке. Добрый день. Сложно себе представить, что чувствует человек, который очень долго ухаживал за своим огородом. Растил на нем редиску, свеклу, огурцы, помидоры, тушу в них кладывал. Оттуда пришли и насрали! А потом пришел хозяин Семян. Он вырвал все это и забрал себе. Но еще не вырвал. Сегодня в нашей студии Мария и Андрей Дмитриевы. Здравствуйте. Дмитриевна. Здравствуйте. Рассказывайте, что случилось. Мы приехали к вам за помощью, чтобы у нас не забрали нашего ребенка. Биологическая мама вдруг вспомнила, что она хочет ее воспитывать. Первые, наверное, несколько месяцев она вообще к нам не обращалась никак. А теперь она пытается у нас ее забрать. И ей пытаются всячески прокурор нашего города. И помощник прокурора нашего города. Пытаются ее всячески, ее прикрывают. Пытаются ее... Ну, чтобы они у нас забрали ребенка. Вы приемные родители. Да, мы сейчас являемся приемными родителями. У нас, как она называется, приемная семья. Ну, как говорится, до 18 лет ребенка. Твоя глазастая девочка, да? Или маленькая? Кто это? Пишите в комментариях. Документы у нас все сделаны с конца сентября. Как давно ребенок находится у вас? С 20 июня 22 года. Так. Сколько ей было? Это она. Четыре. Четыре. А как вообще возникла у вас идея взять ребенка из детского дома? Ну, посовещались и подумали. Раз не получается, как говорится, своего, есть, как говорится, брошенные дети. Мы ездили в опеку, нам дали документы. То есть вы прошли курсы, вот эти приемные родители. У нас две школы было. То есть у вас это осознанное решение? Вы к нему долго шли? Вы готовились? Больше года мы к нему шли. Нам в какой-то момент позвонили, сказали... Это на самом деле очень благородное решение, я считаю. Если не получается завести детей, мне кажется, так и должны люди поступать. Если они готовы, они любят друг друга, то почему нет? Очень похвально, молодцы. Есть девочка. Маму лишают родительских прав. Мы спросили, а не будет никаких бабушки, дедушки, мало ли кто-то еще захочет. Нам сказали, что 100% лишают родительских прав. Поэтому, естественно, мы поехали, познакомились. Мы ее когда увидели в больнице, у нее глаза, ну вот она даже улыбается, как папа, у нее глаза, прямо взгляд такой же, мы сразу очень похожи. Даже друзья грешили и шутили, что это я погулял где-то. Мы ее когда только увидели, мы сразу поняли, что это наш ребенок. И через несколько дней, ну там, может, неделя, может, чуть больше прошло, что мы ее забрали уже, когда нам выдали документы. Сначала у нас была предварительная опека. Вот давайте теперь разберемся со статусом у ребенка, с вашим статусом. Когда вы забирали девочку, ее мама на тот момент была ограничена или лишена? Нет, нет. Я как бы понимаю опеку, чтобы ребенка не бросать по приютам, по всем детским домам. Было заключено изъять ребенка из семьи и лишить мать родительских прав. И опека предложила нам этого ребенка, так как она соответствует заключению... Ну, по нашим данным. Короче, получается как? Они оформили документы, все забрали ребенка, прошли курсы. То есть они официально являются его родителями. Его родителями, получается, возвращается мать из-за гула какого-то. Ну, сейчас увидим подробности. И такая, типа, отдавайте ребенка. Чего? То есть на тот момент суда у мамы еще не было. Но они уже документы, они документы подготовили. То есть я понимаю, что на тот момент, когда суд готовился, и органы опеки, и прокуратура были за то, чтобы ее лишить родительских прав. Да, да, полностью были. А что пошло не так-то? В итоге 1 сентября у нас был первый суд, но оно как беседа идет. Она не явилась на него. Потом нам перенесли суд на 22 сентября, на который она пришла. И перед судом... Ее привели сотрудники ПДН. Да, сотрудники. Сотрудники ПДС. Это такие, знаете, в латексе. Со стропонами в руках. С таким кляпом, знаете. В жопе лисе их возили. А вот и она! Она хочет ребенка забрать. Ой, бля. Захотелось себе сотрудника ПДСМ домой. Ее привезли. Получается, перед судом... Почему у него такая оговорка была? Дома она непосредственно пообщалась с прокурором. У нас есть прокурор Волкова. Прокурор. Да, ребята, сегодня мы будем придираться к словам, к говору прокурору. После этого она заявила на суде, что она хочет забрать ребенка. У нас был потом суд 4 октября. Она вместе с этим прокурором ушла. Их не было, ну, от полчаса до 40 минут, пока не было судьи. Они вернулись, очень мило беседовали между собой. Биологическая мама и прокурор. И прокурор, да. И она ей даже не скрывает, она ей говорит, ты давай завтра ко мне приходи в прокуратуру, там мы с тобой что-то напишем. Но я не выдавалась в подробности. Ну, потому что мне, честно говоря, нам... Может, они друзья какие-то? Маму... Взяточку дала. С другой стороны, вряд ли там какая-то суперблагополучная женщина, которая оставляет ребенка. Хочется завтра внимание. Суд какое решение принял в итоге? Ограничить. Ограничить. Да, ограничить, не лишить. Подождите, вы были в суде, да? Какие аргументы были у органов опеки и в тот момент еще у прокуратуры, что они вышли с лишением? Антисанитарные условия, у нее занятие проституцией, не уход за ребенком, там что-то было еще, привлечение там за наркотические, психотропные какие-то там у нее, что-то такое. Целый букет. Там много всего, да. И она доказала в суде, что она устранила все эти причины? Я в суде о том ничего и не говорила. То есть кроме своего желания забрать ребенка, она больше ничего не сказала. Да, она потом сказала, я хочу ее воспитывать, я хочу ее забрать. А вы, какой у вас статус был на протяжении всего этого периода? Вы кто вообще? Мы были на тот момент, я была, на мне были документы сделаны, как предварительный опек сначала. Только на вас? Только на меня. Но когда у нас 4 октября был суд, у нас с конца сентября уже документы сделаны на приемную семью. А вы вообще впоследствии хотели усыновить ее? Да. Удочерить хотели? Да, мы ее удочерить хотели. А вы подавали апелляцию? Да, мы подали апелляцию. И прокурор подала апелляцию на то, что она хорошая мама, а мы, как они написали в апелляции, неблагополучная семья. Что вам известно вообще про биологическую маму ребенка, про Викторию? Ну, мы ее первый раз увидели на суде 22 сентября, когда ее привезли, если честно, на вид. Если у нее были готовы документы, то как это может быть? То есть как она может уже подавать какое-то там заявление, если вот, типа, они опекуны? Что-то не понимаю. Ну, не очень опрятная она была. Как у меня муж смеется? Даже голову не помыла. Как у меня муж смеется? Спасибо, что сделали акцент на это. Было неприятно рядом сидеть. А ей с судом были назначены алименты? Да. Да, назначены алименты. Она платит их? Так, первый раз нам алименты пришли в январе месяца. Назначены они от 5 августа. И в какой сон? У нее задолженность. Сейчас у нее задолженность. Какая? Около 38 тысяч на 1 января. Скажите вот еще что. А у нее еще дети есть? Да, у нее есть. Что-то так мало, да? Типа, она не платила, когда я прослушал. Ну, короче, все равно очень мало. Есть еще один ребенок от 17 года рождения. Артем зовут. Он сейчас тоже находится в приемной семье. На него она лишена? Ограничена. Лишена. Полностью лишена. Вы знаете, мы, конечно, потом будем дотошно разбирать, искренне ли мама хочет, чтобы ребенок вернулся к ней. Главное, есть ли условия для того, чтобы ребенок вернулся к ней. Осознала ли она себя со второй попытки действительно мамой? А почему ей должны возвращать, если эти уже опекуны законы? Я не понимаю. Так можно делать? Типа, может, пройти 5 лет, она придет, скажет, я хочу обратно ребенка отдавать. И такие, ну ладно, забирай. Да, но пока я хочу посмотреть, как ребенок у вас живет. Это наш большой дом, в котором мы живем нашей семьей. В основном у нас здесь обитает 3 человека. Наша дочь Екатерина. Мы ее называем Кнопой. Самая любимая, очень долгожданная, это полностью наша жизнь. Ой, как мило, боже, я сейчас умру. Мама дорогая. По-другому не скажешь. Боюсь, что если ее не будет, то не будет и нас. Очень мы любим вот эту фотографию, где она с папой. Мы теперь все время с ней играем. Папа. Иди ко мне. О, папу мы очень любим. У нас детского питания сколько угодно. У нас начинается от соков, у нас есть такие молочные каши, периодически едим мясные всевозможные, фруктовые. У нее отдельная посуда. Своя, со своими ложечками. Закрываем от нее, правда, все. Это она у нас. Да не, ну, они хорошо живут, нормально. Нету никаких, знаете, видно, что люди абсолютно адекватные. Не в притоне. Конечно, где-то что-то поделать надо, но в целом, типа, супер дом. Видно, что любят. То есть класс. Очень любознательная. Залезть может везде, где хочешь. Это у нас второй этаж. Здесь у нас три спальни, достаточно больших. Даже если будут еще дети, один, два, три, четыре, пять, места нам всем хватит. Это у нас Катина комната. Она у нас тут живет. Но в основном сейчас ночью, потому что мы играем на первом этаже. Обувь, которую мы можем сейчас носить, и вот уже на весной. Здесь у нас тоже вещи. Здесь у нас куртки в основном, вот весенние, осенние такие. Ребенка, я не готова ее отдавать. Я не представляю своей жизни без нее уже. Как ее оставлять? Нет. Ни за что. Будем бороться за свое солнышко, за свой лучик. За нашу кнопку. Какие милые, боже мой, очень суммы. У нас в студии ваш адвокат Роман Ильин. Можете нам подробности дела? Адвокат, вау, я закупляю. Что я тут забыл? Звучить. Представитель прокуратуры города, он ходатайствовал об изъятии ребенка и лишении религийских прав. А в суде, наоборот, себя повели, дали заключение по делу, что это крайняя мера, что нарушается права матери. Они так и сказали. Ну да. Прокуратура защищает права матери, а не ребенка. А у них даже все доводы жалобы сводятся к тому, что решение суда незаконное только потому, что оно не совпадает с заключением прокурора. Вы что, ошалили там совсем? Ну правда, ладно, я понимаю, какая-нибудь совсем глухая деревня, и вы точно знаете, что никакая рука Москвы до вас не дотянетесь. Это Серпухов. Вы ошалили, что ли, совсем? Вы законные... Извините, я не хотел, Александр, извините, не орите на меня. Простите, пожалуйста, все, ребенок остается в семье. Представители прав матери или ребенка? Чтобы не быть голословным, мы сравним сегодня те условия, вы видели, в которых живет девочка, и те, куда вы, вы пытаетесь ее отдать. В сюжете было видно, ну, понятно, что у вас близкие очень отношения с ребенком, и совсем не скажут, что вы приемная семья, но все же. Она мама-папа, вы для нее мама-папа. А вот когда Виктория приходила к вам в гости, она... Ну, мы домой ее не пускали. Домой не пускали. Мы на нейтральной территории, и везде только под камерой. Но все равно вы ребенку ее как представляли? Понятно, что Катюшка совсем маленькая еще, но все равно, там, это тетя или как-то. Ну, первые два раза, если не ошибаюсь, она нам... Там, мне кажется, вообще без разницы, что Катюшка услышит. Можно сказать, что ее мама там оптимус прайм. Типа, для нее сейчас это просто звук. Высказывал, типа, того, что не называйте ее дочкой, и чтобы она к вам не привыкала, не называла вас папой и мамой. Это вам Виктория? Да. Но она к ней не идет, она ее возьмет на руки, ребенка, буквально 1-2 минуты, она от нее уходит. Либо к маме, либо к папе. Давайте все-таки позовем эту непутевую маму. Опа, сюда. К нам в студию. Виктория, идите сюда. Я никому не отдам своего ребенка. Я никому не отдам своего ребенка. Какого из? Катюшу. А почему первого отдали? Как бы, ну, не было того момента, почему, как бы, материнского и Стинга. Материнского и Стинга. Вот и новый мерч подъехал. Не было материнского и концерта Стинга тоже в Серпухове не было, к сожалению. Да ладно. Слушайте, я, серьезно? Ну, я очень маленькая была, родила, как бы, в 17 лет. Маленькая, сколько? В 17 лет я родила. Послушайте, ну, если вы были маленькой, как же вы тогда, извините, меня интимными вещами занимались? Ну, у вас же никто не... Это не так сложно, оказывается. Кто не насиловал, я так подозреваю? Меня? Нет, меня никто не насиловал. То есть это было добровольно? Да, мы жили... Мы прожили с первым отцом ребенка два года. А сколько лет вам было, когда вы стали с ним жить? 14. 14 лет. Ей бы в другую передачку, да? По бумагам сейчас. Кто отец ребенка? По бумагам отец ребенка. Я делала фиктивный брак. По бумагам отец ребенка, получается... Ну, я с ним уже развелась, но он считается, как бы, я его записала отцом. Понятно. Я делала фиктивный брак. Просто такая. Я делала. А почему она не в тюрьме? То есть вы... Юля сразу зашла с козыри. А что ее не расстреляли? Подтверждаете, что брак был фиктивным. Да, но не за деньги, а просто... ГТРП. Спросил меня помочь с гражданством. Я помогла ему с гражданством. А какая разница? Это вы будете следственным органам рассказывать. Смотрите, какая история. Вы настолько наивные, что правда не понимаете, что фиктивный брак, а вы признались публично. Это преступление перед законом. Я понимаю. Нет, не понимаете. Так а за преступление, если вы нарушили закон, что дальше следует? Объясните мне. Сажают. Да ладно, да? Сажают. Дальше следует. Я забираю ребенка из семьи. По-моему, так в законе написано. Ну, хоть тут сообразила. Давайте вернемся теперь к Кате. Как так получилось, что у вас ее забрали? При каких обстоятельствах это было? Получилось так, что я жила с молодым человеком, который... Как зовут Мордоныч? Да, Даниил, который выпивал, воровал. Но я с ним жила. Он биологический отец, и получилось так, что я ушла с ребенком гулять. И прихожу... Прихожу, квартиры нет. Вообще просто унесли. Дома бардак. Естественно, я не побегу же сразу убирать квартиру. Естественно, у того же ребенка захотел поесть. Естественно, я положил... Капитан Бардак. Помните в Южном парке? Генерал Бардак, я вспомнил. Ну, короче, это надо Соспарк смотреть жестко. Дуги звали чувака. Ложил ее на кровать. Естественно, кровать была чистая. То есть, подождите, вы... Когда вы уходили... Был порядок. Какой ебан, блядь. Просто услышал слово «бардак», сразу в голове всплыл рыжий чел. Ой. Был порядок. Был порядок. Она погуляла с ребенком, а дома бардак. Вернулись и дома бардак. Генерал. Да, потому что он устроил бардак. И все взрослые люди в этой студии, конечно же, поверили в эту прекрасную историю. Кто вызвал опеку или ПДН? Что там было? Я не знаю. Типа, когда они убраны в квартире, то ребенка сразу изымают из семьи. Кто ее вызвал? Почему? Потому что я покормила ребенка, вышла в коридор, а он ПДН стоял, разговаривал с моим отчимом. Кто мог вызвать ПДН? Скажите. Я предполагаю, что соседи. Соседи могли вызвать только в том случае, если там ор, крик, драка, пьянка. И они знают, что там маленький ребенок. Пьянка была со стороны моего молодого человека, так как он пил с моим отчимом и соседкой, который жил отчим. Я не пила, я не пила, потому что у меня был маленький ребенок. Понятно. Но вы с ним жили. Значит, это ваш образ жизни тоже. Да, я с ним жила, потому что я его боялась, потому что он меня избивал. А это чья квартира была, в которой вы жили? Хорошо, приехали ПДН. И что? Приехали ПДН. Сидят три бухих человека. Баба, два мужика. Правильно? Сказали, да. Я вышла в коридор. Дома бардак абсолютно. Да, они стояли, разговаривали с моим отчимом. Я выхожу, говорю, здрасте, Светлана Александровна. Я хочу посмотреть, откуда забрали девочку. Я хочу посмотреть, откуда ее изъяли. я не понимаю я не понимаю как люди доводят свое жилье до такого состояния просто как вот здесь вот мы жили с моей дочкой которые которые родила прожили здесь мы жили с моей дочкой которая родила да она уже может обладать некоторыми репродуктивными свойствами это она моя дочка здесь ней три месяца после петь после того момента как ее изъяли изъяли именно по ней прям видно что она такая знаете любит подвигаться на хмуром на зеленом змеи короче мне кажется в ней там частенько бывает весь коктейль там из водки опиатов спермы и т.д. и комнаты то есть изъяли из того что ладно это лишь мое оценочное суждение если что возможно просто алкоголичка плохие как ну еще потому что он бардак был здесь он стоял пеленальный ну как пеленальный столик стоял столик так как у меня пеленального столика не было стоял вот обычный вот такой вот стол вот туда ребенка не тунули как круто что ребята с мужского женского вообще вся редакция этим занимается потому что очевидно это лишь девочки ребенок не нужен то есть на нем лежали панк ей пи**ец то есть ну очевидно здесь вот на стоял диван когда мы жили с катюшкой с моим бывшим молодым человеком вот но к сожалению диван пришлось выкнув выкинуть так как были клопы рядом еще был джавелин и химарс для ладно но я их вывела то есть естественно я все выкинула тут вот я готовила когда жила как бы ну вот вот здесь вот на этом столе я сожалею о том что у меня забрали моих деток я хочу их вернуть и я все для этого сделаю чтоб они были со мной не надо пожалуйста просто если ты любишь своих детей то отпусти любишь отпусти так как я родная мать а родной отец интересуется судьбой дочери нет а что так так вам удалось больше я не хочу о нем знать у меня есть сейчас нынешний молодой человек который готов взять меня даже двумя детьми и он сколько вам лет 23 года скажите пожалуйста 14 до 23 сколько мужиков было мне просто интересно двое ой трое получилось так что мы познакомили с моим молодым человеком вот которым я сейчас живу да а как его зовут артем ему 49 и он меня просто забрал к себе домой сказал что этот даня тебе не пара и я считаю что тебя нужно вытаскивать и вытащил меня из такой грязи просто что а стоп то есть вы сами говорите что это грязь да и ребенок жил в этой грязи да вы живете квартире артем сейчас да давайте предположим что завтра вот вы забрали ребенка все у вас хорошо завтра артем говорит ты знаешь вообще-то если честно я передумал я не рассчитал да ты еще куда не шло но вот ты ребенок мне не нужен и что дальше идете в тот гадюшник он точно так не скажет милочка это жизнь поймаешь мужья своих беременных родных жен понимаешь родное свое бросают всякий детс может произойти сегодня он говорит да у него там эндорфин и гормоны завтра он говорит пошла нахер и дает пинку пинок пинок пинком под жопу тебе понимаешь всякое может быть нет он так не скажет потому что давайте так выхода ноги раздвигали ребенка рожали вы думали что даниил так себя будет вести нет конечно я знала это потому что он себя уже так первоначально вел тогда вы идиотка очевидно не видно это просто боялась очень сильно вы видели в каких условиях катя живет я очень благодарна что она живет таких условиях благодарна что они ее не оставили но я считаю что ребенок все равно должен находиться родной матерью и что за эти полгода я обещаю что я сделаю все чтобы мой ребенок жил со мной давайте мы посмотрим теперь куда вы собственно хотите забрать ребенка если суд примет такое решение вот квартира в которой я хочу давно таких счетчиков не видел забрать детей вот это подожди комната в который мы будем делать ремонт вот как понять что здесь будут делать ремонт просто кинябосы на и обои на полу лежат обои которые мы купили которые мы хотим поклеить в этой комнате я планирую прямо создать ремонт все условия для того чтобы ребенок жил с матерью кроватка детская у меня уже есть диван молодой человек заберет из своей квартиры кафе стенку мы хотим что-то приобрести и естественно для дочери угловой уголок чтобы игрушки все как у нас кухню бывают прямые квадратные и угловые уголки все нас коммуналка здесь у меня здесь будет стоять шкафчики там всякие смеси памперса там будет ее хранится здесь кроватка детская еще круговые ну и вот здесь вот рядом диван вот здесь вот кухня на которой я буду готовить для нее всякие разные блюда то есть каши супы фарш мак жульен макароны по-флотски все для ребенка пяти месяцев 5 ужас отличная музыка наложена вот это ванна как бы я ее естественно от мою и не ванна имба вот ванна супер вообще претензий нету колонку мы там будто умер бомж эти его подожгли в итоге и ним так как она может сгореть куплю ванночку для нее вот и мы будем вот так же куплю квартиру в москва у сити космический корабль и возможно заселю марс вот этим я всем буду заниматься здесь купаться просто знаете от нее слова любые звучат именно то здесь хочу повесить полочки чтобы стояли здесь шампуни всякие крема вот это вот все для нее рину вся личная гигиена и полотенчики здесь хочу повесить в общем сделаю все чтобы мой ребенок был здоров и счастлив чтобы моего ребенка было ну как бы все смотри и стоит просто знаете в каких-то развалинах графских есть какая история все что вы говорите здесь все в будущем время как это фантазия просто человек ходит и фантазируем в будущем времени вот здесь у нас будет вот это вот тут мы это тут мой райский сад разобьем здесь будут птички чирикать здесь будет а показываете вы нам абсолютно убитую коммуналку на которой послушайте я же планирую интересно ты планировала быть отбросом общества вряд ли но так случилось вы поклеите обои они на третий день отойдут их либо тараканы снесут на крен либо сырость которая вон совершенно очевидно под окном видна но это все уберется подождите секунду а с парнем с этим сколько живет 7 месяцев уже ты 7 месяцев живешь с этим парнем у тебя суд был в октябре и ты ходишь мне на видео рассказываешь как ты тут ремонтик сделаешь сделаю за полгода а что ты делала раньше ты 7 месяцев с этим кабелем живешь юля не арина меня пожалуйста спасибо тебе нужна психологическая помощь ты живешь в мире иллюзий ты просто нарисовала себе какой-то сказочный мир и в нем пытаешься жизнь каждый раз этот мир разбивается ты рисуешь новый и да и так дальше по кругу но тебе 23 года я не могу за тебя переживать ты взрослый человек а вот эта кнопка который год вот за нее я буду переживать что уважаемая прокуратура и органы опеки мы сделали за вас вашу работу мы осмотрели жилье в которое мать она себя считает биологической мать хочет забрать ребенка из тех условий которые вы знаете ну давайте посмотрим на решение прокуратуры после этого ну давайте глянем как они будут изворачиваться давайте посмотрим почему приоритетом для них удерживать 23-летнюю дуру потому что она плачет сидит и все сейчас скажут какая я налетела на девочку скажите она взрослый человек хорошо объясните мне на каком основании отдают ребенка если мать родная неограниченная не лишена на каком основании отдают ребенка в опекуны в опекунство если я не лишена неограничена вот наша прелестная североховская опека послушайте меня вот послушайте меня вот если хочешь услышать ответ на этот вопрос помолчи и послушай какая альтернатива была действием опеки в тот момент то есть по вашему ей было бы лучше в доме малютки да сколько мы видим сколько времени прошло вы ни хрена не сделали сколько времени пройдет пока вы ни хрена не сделаете нельзя говорить вот здесь у меня будет стоять вот здесь будет стоять когда это не стоит ну слушайте переначально судебно нет смотрите а база сегодня всю ночь будем с тобой заниматься этим нельзя говорить что это будет стоять если не стоит я вас больше слышать я даже не знала про эту передачу что опекуна на передачу подали зачем вообще это нужно было от этого понять не могу слушайте причем здесь полгода которые у вас будут у вас ребенка забрали здесь сегодня и сейчас забрали 1 вы пошли строить новую личную жизнь забрали 2 я не пошла строить вы опять занимаетесь устройством личной жизни потому что ребенка у вас забрали летом прошлого года не сложно посчитать если вы со своим парнем встречаетесь 7 месяцев что парень у вас появился через месяц после того как забрали ребенка то есть вам на тот момент когда вас забирают ребенка было важнее строить свою личную жизнь нет по парням шляться она искала возможность для того чтобы потом в будущем в суде говорить о том что она может себе забрать ребенка у нее хорошие условия и эти условия предоставляют ее молодой человек понимаешь она хитро продумала все они оббивать пороги органов опеки ночевать там гневать доказывать что вы хорошая мать нет вы конечно юлиус александром разносит жестко да и но по факту послушайте артем сколько лет артема 5 лет а моему артем с которым я живу 36 лет ему смотрите вы нам сказали до программы что он конечно не против того что он не против он даже не кричит о том что чтобы другой артем вернулся да и даже опекунство нет чтобы я еще опекутся он мне предложил взять опекунство люди которые так тараторят они не вызывают доверия они будто всегда пытаются сместить фокус внимания на что-то другое все будете воспитывать четырех детей да он на это он сам не это давайте позовем артема и спросим у него положил год я не против я очень послушайте вам тогда нет вам послушайте вам тогда не надо ходить к врачу вам одной вам нужно пойти к врачу с артемом потому что он тоже склонен к иллюзиям да скажите пожалуйста а мать ваша лишена родительских прав на кого на брата и сестру на лишь на всех нет она должна только на младших а сколько им ой алине 9 а кирюша 6 это те которых вы хотите забрать а мама то ваш не против нет она вас поддерживает да она даже приехала на передачу сюда елена доронова у нас в студии давайте позовем здравствуйте моя дочь незаконно забрали ребенка здравствуйте моей дочери незаконно забрали ребенка и я готова ебашится здесь с любым потому чтобы доказать что надеюсь способна и отличная член ниха общество отличная член ниха и жика законная мать и ребенок должен жить с ней а вы кто я ее мама у вас сколько детей у меня четверо детей на какое количество из этих детей вы незаконно лишены родительских прав на двоих вас тоже незаконно лишили ну я считаю меня справедливо вот ее нет а как так получилось что она в 14 уже начала жить половой жизнью смотри на маму зачем задавать вопросы мужиком ну я об этом не знала а где же вы были то я вообще-то работала и я жила потому что дедушка с бабушкой поэтому а хода с бабушкой с дедушкой жила да она жила неизвестно как и с кем живет и спит ваша дочь во первых я приходила я навещала детей она мне об этом ничего не говорила нас занималась она показывала уроки мне и все остальное а как вы себе это представляете здравствуй мамочка спасибо что ты меня навестила ты знаешь у меня есть мужик я с ним сплю а сколько тебе лет девочка то я сбилась со счету 14 мамочка молодец доченька так это надо было сделать вы знакомы с нынешним сожителем вашей дочери да он собирается ей помогать я не понимаю вот какой-то диалог с ней ведут дальше просто безалаберная безответственная женщина которая проехала детей вообще ничего не имеет права никакого говорить иметь вес слова типа почему они занимались детьми ну потому что я любила бухать водку и заниматься сексом с рандомными мужчинами для меня это было в приоритете я подросла поняла что сделала ошибки мне кажется вот такие вот ответы должны быть нет они пытаться себя оправдать как-то я ходила там смотрел это пух ты родила детей это единственное что ты сделала все дальше ничего не делала что-то там типа псевдо себе там в совести находила какие-то оправдания что ты нормальная мать ну просто не пошло это все иллюзия вернуть детей да а почему он до сих пор на нее не женился нет стоп 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 это важно а в срочном порядке и зная что будет вот сейчас апелляция на носу они собирают они собираются подавать я еще не получила нет подождите мне интересно что вы скажете развод а что микрофон я двоюродная тетя вики и со стороны вот этого молодого человека артема я не вижу никаких движений вообще о за 7 месяцев он не дал и не хочет ничего делать этого ребенка домой если бы он захотел взять ребенка он бы давно что-то сделал я вам более того скажу спасибо вам большое можно нет смотри почему я так смешно а я понял кого она мне напоминает шоколадку а я тоже хочу а а а он реально не похожа на этого малого помолчи сейчас пожалуйста Мама твоя сказала здесь нам всем публично, что Артемушка, на твоей стороне? Тетя двоюродная сказала, что ни хрена он не на ее стороне, поскольку так поступки говорят, а не слова. Нет, я не скажу, что там Артем убитый, там какой-то еще, да, там, но ей тоже надо дать какой-то шанс. Дать ей шанс за счет ребенка? Она сделает ремонт, мы ей поможем, она устроит свою жизнь, почему нет, шанс надо дать. Она молодая. Она такая, так, я что, зря она не орала? Артемушка куда денется, если он не хочет детей? Артем, она им не живет, она должна жить детьми, а не мужиками. Это мое мнение. А она живет мужиками. И вы с этим ничего не сделаете. А знаете почему? А вот эта мама сейчас пусть послушает. А вы знаете, почему у вас дочка в 14 лет стала жить с мужиком? Вам рассказать? Вам же никто больше этого не скажет, а вы послушайте. Ну. Потому что им любви матери не хватает. Я работала, но никто никому не помогал. Она пошла искать любовь и заботу. Из-за этого девочки уходят к мужикам жить в столь юном возрасте. Я их воспитывала одна. Потому что их никто не любит дома. Они идут любви искать. И теперь она обречена из-за вас бегать из койки в койку. И искать любовь и заботу. Мне некому было их содержать и кормить, поить, одевать, обувать. У меня дедушка с бабушкой, мои родители не работали, на пенсии были. А на что мне их кормить? Я работала ночами. С одним выходным. Я приходила, спала и опять же в ночь уходила. Зачем ты детей рожала? Ну, ты недееспособная. У тебя нет денег. Тебе надо работать, получается. Зачем тебе дети? Елена, извините, пожалуйста. У вас они бы их подняли, чтобы у них было все. Елена, извините. Я знаю, где нужно говорить тогда. Бодички можно? Елен, я, к сожалению, неуполномочен вручить вам орден матери-героини. Но вы сейчас рассказываете ситуацию, с которой одинокие женщины в нашей стране сталкиваются пачками. Знаете, к нам приехала еще одна женщина, которая хорошо знает, как живет Виктория. Елена Чмель в нашей студии. Давайте ее послушаем. Здравствуйте. Здрасте. В данной семье, на мой взгляд, детей отдавать категорически нельзя. А вы сядьте, расскажите, почему. Сейчас будет ор. Вы соседка? Да. Они живут на втором этаже, я живу на четвертой. Но у нас слышимость очень хорошая. Дом старый. Очень плохо это. Все слышно, да. Так, и что вы слышали? Постоянные пьянки, постоянные гулянки. У Вики молодые люди меняются как перчатки постоянно. Я не могу сказать, что они в последнее время прям так сильно шумят, но до этого у нас было конфликтов очень много по поводу того, что у меня просто самой маленький ребенка я недавно родила. Ему 10 месяцев. У меня ребенок очень чувствительный, слышимость очень хорошая, и от этих постоянных криков, скандалов у меня ребенок просто переставал спать. Лен, скажите, пожалуйста, а вот в тот момент, после того, как у нее забрали ребенка второго? Второго. Это я присутствовала, я видела сама. На какой образ жизни после этого? Разгульный. Разгульный. Конечно, после того, как изъяли ребенка, у нее появились нерусские люди, которые менялись, ну, просто там, постоянно разные. Вы знаете, где... Она просто сдавала им квартиру, знаешь, типа там, двушку открываешь, а там 11 таджиков живет. Как кем Вика работает? А у нее просто было, знаешь, веселье она одна. 11 таджиков. Она не работает. Романтика. Вот тут. А она проституткой подрабатывала? Да. А какие у вас есть доказательства? Доказательства? Я была беременна. И сама брала ее услуги. Шла с работы. Подходила к подъезду, стояла машина. Там сидел нерусский молодой человек. И происходили вещи интимного характера. К Вике я после этого подходила и говорила. Подождите, они в машине занимались сексом? В машине. Машина была припаркована прямо возле лестничной, ну, возле подъездной. Что за, что за, что за, что за, что за бред, что за бред, я вот этого не понимала. А видео, а почему вы видео не сняли, это хорошо. Ха-ха-ха, такая подходит в окно. Привет, помаши ручкой, а ты пизюнчиком, эй. Потому что у нее с головой все в порядке, она не должна снимать видео. Лена, ну хорошо, какие доказательства, откуда я знаю, может она, может она это придумала, откуда я знаю, что это правда. Как же она быстро говорит, и как же я ей не верю. Лена, я хочу послушать вас. Придумала, значит придумала. Так, что дальше-то было? Какой разговор у вас стоял с ней? Ничего, я к Вике подошла и сказала, чтобы такого больше не было. У меня трое детей. Одному 15, второму 11 лет. Соответственно, если мои дети, извините, такого, ну, идя со школы увидят такое, ну... То есть вы не просто увидели, вы с ней еще поговорили? Можно я саду передачу, я не буду здесь больше ничего говорить, я не хочу, мам, я не хочу здесь больше ничего говорить, я не буду в этом участвовать, все, пускай у меня выводит, Атюля, пожалуйста! Придумала! Вот, скажи мне... Теперь понятно, каким образом она влияла на людей, просто истерики закатывала, кричала. Истину у нее мама такая. Пожалуйста, ты на суде так же будешь себя вести? Нет! На суде, потому что это будет хорошо, я сделаю ремонт, я заберу с вами. У ребенка! Я получу свою шоколадку! Сейчас я не хочу здесь! АААААААААА! АААААААААААА! Я не буду в этом участвовать, все, пускай меня выводят оттуда, Паша! Сука! Пожалуйста, пускай меня выводят оттуда, мама, пожалуйста! А кто тебя держит, кроме мамы-то? А ей не надо отдавать детей никаких, ну, это очень смешно, я хозяю. Иди, тебе 23 года, прими в своей жизни хоть одно решение и ответь за него! Приму, я отвечу! Давай! Я просто хочу жить ради своих детей Которых может пока что нету Но я заберу их и отобьюсь Вот ровно точно так же, как ты только что Вышла из... Просто какой-то парень Появился Вот так же ты получишь детей, ты решение принимаешь А отвечать за них ты не хочешь Слушайте, не я на эту студию подписывался Опекуны сделали эту студию А вы знаете, как у нас встречи происходит Вам рассказать? Они приходят на встречу, ребенок начинает плакать Потому что ребенок меня не помнит У меня забрали ребенка в 3 месяца Как ребенок может плакать родную мать? Как он может не плакать? Я вот этого не понимаю А что ты сделала, когда забрали ребенка? От груди оторвали, от кормящей Что ты сделала? Кобеля себе нового нашла? Он не кобель, он очень хочет забрать и Катю, и Артем И хочет в маминых, про маминых детей В детях помочь, чтобы я... И он всех детей в мире хочет забрать У него дом 5 миллионов квадратных километров Понятно? И там все люди будут жить Счастливо У нас будет свой город, свое общество Космические корабли Мы давно придумали летающие машины Понятно? Это он, мой парень Артем Артем, и они такие, знаете, перспективные ребята Хочет? Это твое тело Это не мое тело Это единственное, что он хочет пока Он мне сам этого предложил Я не буду участвовать в этой передаче Все пускать, включает этот микрофон Нет, стоп Вы поднимаете рейтинг на этих передачах Стоп, давай так, смотри Ну-ка, вышла отсюда Смотри, ты не решаешься уйти сама Пошла вон отсюда Вышла отсюда Быстро Друзья мои, непростую историю Какая истеричная девка Ужас Слышали, потому что здесь накосячили, конечно, и органы опеки, и прокуратура И суд Ну, потому что такие дела решаются по шаблону И тут вдруг желание одной женщины, которая явно находится не в фубертатном периоде И еще носит погоны прокурора Перевернула все с ног на голову Вот у них у всех в голове, у всех в голове Есть одна единственная мысль Я не знаю, кто им вбил эту мысль в голову Она тебе скажет, прокурор, я знаю, что он тебе ответит Ребенку лучше с родной матерью С родной мамой Поэтому они тебе скажут, что они действуют в интересах ребенка, когда дают шанс матери Это за гранью А то, что мать в любом случае убьет этого ребенка, не физически, так морально Хорошо, а можно мне? Это уже исключение Хорошо, а можно мне сказать? Не будете, нет Дело в том, что, когда я двоих воспитывала, ко мне даже опека не подходила близко Не слышите меня? Я их одна тянула, и опека не лишала ничего, и судов бы не было Идите, пожалуйста, за дочерью, идите, пожалуйста Спасибо большое Свят, 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 избавились, Господи, Боже мой У меня просто душа черная, все, я сижу здесь Дочка прям скопировалась Было поведение своей матери, мама такая же, на самом деле, истеричка Забила болт, и дочь такая Ну, мама не воспитывала детей, потом воспитывала Также можно, как бы, время проводить, получать любовь от мужика Потом детей когда-нибудь возьму То, что они обе в детской позиции, это факт У нее нет, материнского инстинкта, его не существует Когда мама рожает ребенка, она его априори любит В этой семье нет любви Вообще, совершенно, от слова совсем Сломана, конечно, уже бабушка Она уже, потом она сломала свою дочь И сейчас они хотят сломать третье поколение И я очень надеюсь на то, что этого не произойдет Потому что, конечно, этому ребенку нужна любовь И вот, как раз приемные родители, я уверена, смогут ей это дать Совершенно очевидно, что биологическая мать не готова к воспитанию ребенка Она живет иллюзиями, фантазиями Ну, больными, не больными, это вопрос к врачам И очень грустно, что Ока Государева, местная прокуратура Не видит очевидного и принимает именно такое решение Хотелось бы обратиться к приемным родителям Вы занимаетесь богу годным делом Вот, все у вас получится Успехов вам Спасибо Потрясающая доченька останется у вас Я уверен, на это 100% после выхода с этой передачи Более того, я вам дам хороший маленький совет Возьмите сразу, сделайте все, удочерите ребенка Обезопасите его Ни в коем случае не делайте так, чтобы она общалась С кровной матерью Ну, подожди, пока ее не лишили Понятно В дальнейшем Потому что, поймите простую вещь У ребенка должна быть только одна мама И знаете, я хочу сказать большое спасибо То, что вы делаете Потому что, ну, как раз такие люди, как вы Делают потрясающие поступки Показывают, на самом деле, что такое вообще материнство А вот эти две женщины, они не поняли одну простую вещь Они не поняли чувство, что такое быть мамой Семья шикарная Я обратил внимание на руки отца Это человек, который всю жизнь работал У него руки человека, который много работал Он этот дом сделал своими ручками Я не удивлюсь, если от фундамента до крыши То есть папа очень правильный, настоящий Который всю жизнь трудился Мама с большой любовью И самая дорогая креслица у ребенка И куча вещей И все это разложено Бутылочки, баночки, все смеси То есть вот Катюшки создали идеальные условия Все для нее По сути, этот весь дом для нее Он переделан под ребенка Я так рад, что несмотря на такие тяжелые стартовые условия Вот сейчас она пребывает в таких райских Маша Андреевна Вы делаете для нее все Не избалуйте любую Постараемся Не знаю Мне прям очень все понравилось Я с удовольствием смотрел А вот это поведение, это что? Она незрелая Там паспортный возраст никак не соответствует Ну вот как она родила в 16, она там и застряла Я вообще чувствую, что сильно раньше Поэтому инфантилизм, эмоциональные все реакции Вот соответствуют детскому возрасту И в том числе эта наивность, которой вы удивляетесь Как люди практически Вот эти воздушные замки На грани бреда Верно ли, что прокурор настаивает Чтобы ребенка вернули прямо сейчас матери? Ну, перед апелляцией, да Они хотели ее забирать Сказали, что вам апелляция не поможет И у вас ее прям в день апелляции Вот 6 марта у вас заберут ребенка прямо с дома Нам даже прокурор города сказал, что он нам не поможет Блин, передача классная на самом деле Потому что нам показали Две стороны конфликта Нам показали просто чудесную семью Двух родителей состоявшихся уже Которые абсолютно все отдадут своей дочке И с другой стороны у нас есть просто Девочка маленькая Которая играла в игры У нее были куколки, знаете Детские игрушки И потом она подумала Хочу себе новую детскую игрушку А оказалось, что за этой детской игрушкой Ухаживать надо Что-то с ней делать А развлекаться-то хочется То есть она сначала в 17 родила игрушку Отдала сразу там даже без задней мысли Такая, а, прикольно Потом такая, ладно Надо попробовать еще раз Ну, либо это было случайно Она узнала такая, ладно Попробуем еще раз Прикольно Появилась игрушка Поигралась чуть-чуть Отдала Пошла за любовью Нашла Любовь ей сказала Блин, неси игрушку обратно Мы сейчас все будем с ней делать Девочка себе напланировала Опять нафантазировала Пришла к этим прекрасным людям И собирается разрушить их жизнь Я считаю, что это не должно Ну, вообще ни в коем разе Ни в какой параллельной вселенной Ни в какой реальности Этого не должно быть Сто процентов Я думаю, что будет справедливость На стороне приемных родителей Вот так вот Потому что Ну, это ужас Это просто ужас Они как-то вот Она же вот Алкоголичкой, очевидно Ну, короче, все подряд И она рожает детей Вот сидят люди Они не могут Такая жизнь Но зато они хотя бы Могут воспитать нормальную девочку Что она идеальная мама Потому что она устроилась В декабре на работу Перед судом Слушайте, я правда не понимаю Что происходит Денег, чтобы взятку дать У нее нет Я... Саша Это же Ощущение того, что Ну... Как я потом с этим грузом буду жить Да, может, у прокурора Там знаешь Свои какие-то загоны в голове Да, у ребенка Ну ладно Это у одной женщины Отдельно взятой Но там же какое-то Прокурорское безумие То есть они хотят Просто взять И из-за жалости к маме Угробить ребенка Когда Вике Я родила только Да И тоже, ну, с коляской Я живу на четвертом этаже Как я сказала Мы уже знаем Они во втором И когда я спускаю ребенка С четвертого этажа Если мне некому помочь У меня в одной руке Ребенок В другой руке коляска Когда я увидела Как Вика спускает На тот момент Как раз вот ей Три месяца было Когда у нее измали ребенка У меня сердце кровью обливалось То есть там коляска Вот Со второго этажа Она вот так вот Там ребенок Просто вот так вот Она его Как будто там кукла какая-то лежат Вот прям Но она так и относилась Я говорю, как к кукле Понимаете, ее сложно За это обвинять Как бы это сейчас чудовищно Не прозвучало Она не знает Не умеет И не хочет Более того Учиться Так я думаю Что у нее и куклы не было С коляской Что я могу сказать Все карты у вас В руках Все шансы На вашей стороне Та помеха Которая возникла Вот с этой Не совсем здоровой Женщиной В прокурорском мундире Я думаю Будет устранена Потому что Иначе Я вообще не понимаю Зачем прокуратура Зачем суд Зачем органы опеки Если они могут защитить Одного маленького Беззащитного человека Который сейчас Живет хорошо А может жить в аду Я вам со своей стороны Обещаю Что нужна помощь Мы приедем Потому что Для меня Вот все Что происходило В этой студии Сегодня По отношению К вашей девочке Ну чудовищно Несправедливо Честно Блин Ну Тяжело Ребята Тяжело Выпуск такой Тоже Блин Каждый Какой-то Прям До глубины Души Фу Я уверен Что все будет хорошо Я уверен Что девочка Останется В надежных руках В любящей семье А эту Я не знаю Похер на нее вообще Спасибо за просмотр Завтра Последний день 80 тысяч лайков Вы знаете Что делать Пока Субтитры подогнал «Симон»